Здравствуйте, друзья! Удивительное дело – человек. Сначала нам не нравится, что холодно, быстрее бы лето. Потом мы начинаем стонать от жары. Да когда же это закончится? Интересно, а есть люди, которые всем довольны? Русский фольклор говорит, что таких две категории. Первые – те, кто не в курсе, и вторые – те, кто в доле. Наверное, богатые и знаменитые относятся именно ко второй категории. И о них наш первый сюжет. Студия «Красоты. Гармония» приглашает. Мы создаем красоту и успех, ведь гармония нужна всем. Улица Ленина, 48, телефон 22-17-62. Студия «Красоты. Гармония». Актриса Вера Сутникова сыграла в фильме Людмилу Зыкину. Ради этой роли Вера по собственной инициативе поправилась на целых 10 килограммов. Однако после завершения съемок фильма перед Сутниковой встала очередная серьезная задача – сбросить вес. С этой целью Вера активно занялась йогой. Диана Гарипова не заняла первое место на песенном конкурсе «Евровидение-2013», а Никита Джигурда проиграл спор Барри Алибасову. По условиям пари проигравший должен пройтись в лифчике по Арбату. Всем известно, что Джигурда – человек слова. Пацан сказал, пацан сделал. До недавних пор голливудский актер Киану Ривз считался одним из самых красивых мужчин западного кинематографа. На днях все были сильно удивлены его обрюзглым видом в Каннах. Артист не на шутку располнял и перестал за собой следить. Фанаты знаменитого актера в шоке. Что за тайну скрывает звезда «Матрицы»? Автоинспектор не верит своим глазам. Прямо по тротуару едет машина. Впрочем, довольно медленно. Он задает вопрос водителю – что вы делаете? ТАСС Конфужина отвечает. Простите, я только что получила права и очень боюсь встречных машин. Друзья, хотите научиться уверенному и безопасному вождению? Выбирайте правильную автошколу. Автошкола «Магистраль» уже более шести лет готовит водителей для безопасного вождения на дорогах. Это современная, оснащенная по последним требованиям ГИБДД и Министерства образования автошкола. Просторные учебные классы, бесплатная обучающая литература, современное оборудование и красочные учебно-наглядные пособия, позволяющие быстрее овладевать учебным материалом. Автошкола «Магистраль» осуществляет подготовку водителей категории «Б» в городе Волгодонске с 2007 года. При обучении кандидатов водителей используются современные методы подготовки и индивидуальный подход к ученикам. Опытные инструкторы и высококвалифицированные преподаватели помогут приобрести навыки и знания, необходимые водителю для дальнейшего безопасного управления автомобилем. Автошкола «Магистраль» учла опыт других школ и создала новый эффективный формат обучения. В автошколе «Магистраль» читают лекции по правилам дорожного движения, обязательно грамотные, с хорошо поставленной речью преподаватели, умеющие сложные вещи разъяснять понятным языком. Самое главное условие – они действующие водители. А рассказать о современной дороге может лишь тот, кто ездит за рулем каждый день. Инструктор в автошколе «Магистраль» – это человек с богатым водительским опытом и стальными нервами. А наличие богатого автопарка и просторного автодрома позволяет подобрать график практического вождения в количестве 50 часов, наиболее удобный для обучающегося. И это еще не все. В автошколе «Магистраль» изыскивают дополнительные возможности для повышения качества подготовки курсантов автошколы. С недавнего времени к стандартной программе подготовки обучающиеся в подарок получают два дополнительных спецкурса. Это «Основа безопасного вождения» и «Курс комментируемого вождения». Данные курса направлены на приобретение курсантами знаний, которые помогут им избежать последствий неправильного поведения на дорогах других участников движения и найти верное решение при возникновении опасной ситуации на дороге. Автошкола «Магистраль» учит уверенному и безопасному вождению. Удачи на дорогах! Во времена Римской империи стеклянные окна были установлены только в домах состоятельных людей. До этого все отверстия в стенах дома банально закрывались пленками, тканями или шкурами диких животных. В 18 веке каждая изба уже имела комнату-светлицу, в которой имелись красные оконца, самые освещенные и светлые во всем доме. Сегодня компания «Империя Дон» может каждое окно сделать красивым, прочным, светлым. Наверное, многие задаются вопросом, почему пластиковые окна лучше деревянных. Мы не будем приводить доказательства, лишь отметим. За сотни лет изменилось очень многое, поэтому нет ничего удивительного, что более прочные и долговечные материалы вытесняют те, к которым люди привыкли ранее. Так сегодня вряд ли кто захочет приобрести запорожец, а раньше это был предел мечтаний. Безусловным преимуществом компании «Империя Дон» является то, что здесь помимо стандартного монтажа окон предлагают ремонт уже установленных изделий. Группа компании «Империя Дон» индивидуально подходит к проблемам каждого заказчика и помогает выбрать окно той конфигурации, которая необходима в каждом конкретном случае. Ведь и окна, и защитная сетка могут быть разными по своим функциональным свойствам. Если ваша квартира, дом или коттедж нуждаются в нестандартных, оригинальных по форме металлопластиковых окнах, мы всегда пойдем навстречу и изготовим их по вашей просьбе под заказ для вашего помещения. А если у вас аллергия или домашнее животное, которое норовит выпрыгнуть в окно, тогда вам нужна специальная сетка антикошка или антипыльца. В группе компании «Империя Дон» стартовала акция «Деревенская цена для жителей области». Доставка, вызов замерщика, монтаж и демонтаж металлопластиковых окон абсолютно бесплатно. Звоните, наши менеджеры помогут сделать правильный выбор. Конечно, обычные деревянные окна довольно сносно выполняют свои функции, но не очень качественно. Вообще, могут ли ставни прошлого отвечать запросам 21 века? Особенно после того, как тысячи людей приложили максимум усилий, чтобы сделать их более совершенными. В компании «Империя Дон» уверены, если приобретать металлопластиковые изделия у профессионалов, то вы на долгий срок обеспечены качественными, красивыми и светлыми окнами. Будьте внимательны, не покупайте подделку. А о том, как не ошибиться с выбором, мы расскажем в нашей следующей программе. В наше стремительное, суматошное, нервное время психологи советуют – обязательно снимайте стресс разными методами. Один из них – кухонная терапия. Посидел с подругой, пообщался, поплакал, посмеялся, смотришь – и на душе стало легче. В салоне кухни «Делия» всегда приятно общаться, вкушать, расслабляться. Друзья, рада представить вам гостя рубрики «Азбука вкуса» – фолариста-дизайнера Кристина Нишко. Уверена, многие узнали нашу очаровательную участницу. И, зная Кристину, могу сказать сразу, будет что-то оригинальное, необычное. Элемент экзотики в блюде обязательно, потому что в гостях Кристина Нишко. Кристина, знаешь, что ты приехала с Самарканда? Это блюдо, наверное, привезло? Конечно, конечно, это блюдо оттуда, потому что Самарканд на меня произвел сумасшедшее впечатление. Это жемчужина востока, это очень красивые здания. И мы были на гробнице Тамерлана, и вот как раз оттуда, вот такое, вот по секрету сказали блюдо, это блюдо готовил сам Тамерлан. Ух ты, ничего себе, это там в пустыне, между победами, да? Конечно, конечно, конечно. Это сильные мужчины, они от этого впитались силой, вот, и поэтому, конечно. А если женщина это вкусит? Ой, она становилась красивой, нежной, любящей. Так что блюдо отлично подходит для мужчин и для женщин. Кристина, понимаю, когда ты в студии, то у тебя помощники не очень нужны. У нас и так самодостаточный человек. Рассказывай, что делаешь, а я присаду, буду тебя слушать. Присаживайся. Значит, мы выбрали вот такие чудесные кусочки говядины. Эти куски говядины нам необходимо будет как бы чуть-чуть промариновать, то есть они у нас будут в специях. Специи у нас тоже из Узбекистана, великолепные специи. И мы прямо вот таким образом будем их мариновать. Кристина, ты совершил такой великолепный вояж, да, с Амаркандом. Вообще, кажется, это очень далеко и с другой стороны света, да, с другой планеты. Что ты там делала? Я участвовала в флористическом семинаре международном. Были флористы из Дании, были известные флористы, признанные уже судьи из Москвы. И, конечно, были люди, флористы, дизайнеры из Сибири, Москва и Волгодонск. Представила, как всегда, шикарно ты наш город. Вообще сложилось впечатление, боже мой, какие таланты. Я не знаю, что такой маленький, но мне приятно, что у нас такие земляки, которые прославляют наш город. Кристина, ну я понимаю, что фестиваль или семинар такого уровня посещают все. Все, кому хочется, а только кого приглашают. География твоих поездок, да, твоих достижений очень велика. Расскажи каких-то самых, на твой взгляд, ярких, которые произвели на тебя особенное впечатление. Ну, наверное, самое большое впечатление – это все-таки Бостон. Потому что это действительно другая сторона света. Бостон – это был международный форум, организация международная ВАФА. 38 стран мира были приглашены. И в том числе была делегация из Москвы и, опять же, Толгодонск. Я сама была очень поражена и удивлена. Я просто немножко, может быть, знала то, что у меня очень… Ну, у меня серьезная школа швейцарская, флористическая. Поэтому я знала, что флористы, в общем-то, всего мира, я так даже громко скажу, потому что флористика сейчас очень развивается, ценится, конечно же, ручная работа. Поэтому, собираясь в Америку, я для себя уже решила, что я буду делать. И что это будет действительно такой титанический труд. Но должно было получиться. У меня был манекен. И этот манекен я полностью обрабатывала хризантемой кустовой. Получилась в Америке эдакая француженка. Очень изящная, очень красивая. Работала, как я говорила, 38… Работали флористы из 38 стран мира. И рядом со мной работали японцы. Мне было очень приятно, когда на гала-концерте, гала-ужине ко мне подошла эта японка со своим братом. И в их известной манере попросила со мной сфотографироваться, потому что она видела, как я стояла на коленях перед этим манекеном. Ну, вот, наверное, Америка – это просто, может быть, последнее еще как бы мое достижение, последнее впечатление. А до этого была Рига, Таллинн, Москва. Москва неоднократно. Я оформляла Венский бал. Я участвовала как флорист и как приглашенная в первый флористический бал именно флористов. Он проходил на манеже. И почетным гостем была Наина Иосифовна Ельцина. Было очень приятно, конечно, там участвовать и приятно, когда тебя чествуют, когда ты не опустил планку. Кристина, такие большие куски мяса, они приготовятся? Мы уже говорили о мужчинах-сильных воинах, поэтому будут большие куски, и они пропекутся. Так, я открываю котелок. Я, конечно, хотела принести котелок 17 века, но желательно, конечно, такое блюдо делать на костре, поэтому мы обойдемся котелком, который у нас всегда под руками. Я люблю очень гостей, и поэтому очень люблю, да, 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 чтобы были такие блюда. Первым делом на дно котелка мы укладываем камни. Камерлан знает, что он предвидел же всегда, он знал, что когда-нибудь появится очаровательная бантика. Он украдет и все, кто тащит. Это камни для большего жара, наверное, да? Я так думаю, что, наверное, секрет в том, что вот и мясо пропекается, оно очень вкусное. То, что мясо не соприкасается с чугуном, а пропекаются камни, и они еще помогают мясу пропекаться. Теперь на эти камни мы укладываем мясо. Скажи, Кристина, а в Самарканде питаются так обильно, или ты просто не успела еще их кухню до конца все изучить? У мяса всегда мы. Всегда. Они, конечно, это потрясающий народ, очень хлебосольный. Ой, я извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Итак, вот я положила мясо, теперь на это мясо, сейчас я отложу немножко так в сторону, мы нарежем крупно лук и помидоры, а потом опять это все закроем слоем камней и повторим. Все, понятно. Лук такой, ладно, уберешь, да? А, камни? Нет, понятно, Самарканд. Слушай. Кристина, возвращусь к Самарканду, потому что действительно поездка необычная. Ну, понятно, все поездки необычные. Бостон, Рига, Таллинн, Самарканд. Просто на Востоке женщина, она же немножечко в правах учимылина по сравнению с мужчиной. А ты у нас такая свободолюбивая, там, наверное, могла на место поставить каких-нибудь мужчин. Или не было ситуации? Не было, не было. Потрясающие, потрясающие мужчины, которые ухаживают за женщинами, очень уважают. Ну, мать на Востоке – это самое главное. И все, вот с кем мы разговаривали, они говорили о том, что Россия и Азия – это друзья навеки. Вот, поэтому... Россия и Азия – друзья навеки. При Балтике как-то у нас дружба не очень складывается, но, наверное, для искусства это... И, тем не менее, искусство раздвигает границы, искусственно придуманные. Ну, я не знаю, мне очень понравилось. Я слышала о том, что в Риге не отвечают, когда ты обращаешься на русском языке, что игнорируют русского человека. По крайней мере, у нас этого не было. Я получила, опять же, потрясающее удовольствие от людей, от общения, от того, что ты всегда из каждого конкурса что-то привозишь, что-то новое, что-то интересное. В Риге я делала композицию, опять же, ручная работа моя любимая, композицию, которую потом, часть композиции была преподнесена Нилу Ушакову, мэру города Риги, в дар от города Волгодонска. Ты прославляешь нашу маленькую творчество налево и направо, что очень приятно. Вот скажи, для чего? Казалось бы, успешная бизнес-леди, замечательная семья, красавица, есть возможность, ты лежи, отдыхай, посещай салон, напрягаться, стоять на коленях по 8 часов, делая эти шикарные работы. Зачем она тебе? Дело в том, что если не будешь двигаться вперед, если сам себе не будешь ставить какие-то цели, то жить будет очень скучно и неинтересно. Это засасывает. Я вот смотрю, тебе тоже глазки-то горят. Да, тебе это все нравится, и мне это нравится. Мне нравится конкурс, конечно, это деньги, в первую очередь. Я не говорю о том, что это титанический труд, это очень сложно, ты переживаешь, это нервы. Я благодарна администрации города Волгодонска, потому что когда я участвовала в конкурсе «Виват Россия», я выбрала образ великого человека столетия. Это был Ростропович, и я закрывала это флористическое шоу, и получилось так, что, естественно, Ростропович – это виолончель. И вот виолончель, рядом нотная тетрадь, опять же, нотная тетрадь, сделанная вручную. Модель был пюпитр, пюпитр-ангел. Он держал эту нотную тетрадь, и модель, опять же, она была во фраке, и у нее была дирижерская палочка, все это, опять же, цветы. И она переворачивая страницы под музыку Ростроповича, оттуда вылетали бабочки. И вот я благодарна нашей администрации, что мне помогли, и вот я приобрела этих живых бабочек, потому что это было очень эффектно, это был заключительный момент, эти бабочки садились на оголенные плечи московского бомонда. Я не буду удержаться, рассказывать мне просто мурашки. Мне всегда самой очень нравятся мои работы. Редко бывает, когда ты, ну это вот, наверное, в Америке, я просто, наверное, такой уровень, что я боялась подойти. Я думаю, ой, 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 и когда уже бежала наша команда, и они в таком случае говорили, кричали, и потом просто подняли на руки, это было, конечно, необычно, потому что два гран-при, 38 стран мира, это было здорово, да, 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 это было здорово. Да, продолжим, это верла. Все, это мы закончили, закрываем и ставим на огонь. Друзья, это экзотическое блюдо. Да, говядина по-тамерлановски от Кристины Ниишко готова. Полтора часа мы их готовили, мы их готовили. Была чудесная беседа. Жаль, мы не присутствовали, но все равно. Кристина, бесподобная тарелка, блюдо. Сразу видно, что из Самарканда. Да, это настоящий леган, ручная работа, куплен в потрясающем восточном рынке. А вообще фестиваль, ну, семинар ваш проходил, конкурс, в каком заведении, что это было, неисторический музей, что? Мне, я считаю, повезло сказочно, потому что это действие происходило на центральной площади Самарканда, Регистан, в Мадресе-Лукбека. Мы работали в историческом месте. Вот почему я, наверное, и заболела. Было очень холодно, несмотря на такую жару. То есть это стены 16 века. И вот в этом месте работали флористы. Тебя близкие поддерживают? Потому что понятно, что это много времени уходит. Твои поездки, ты идёшься работать. Ну, я считаю, что без поддержки близких у меня бы вообще ничего не получилось. Спасибо моим родителям, спасибо мужу. Потому что это переживания, это нервы. Я всех достаю, я всех мучаю своими задумками. И, конечно, они рядом, они поддерживают. Кристина, и ещё такой вопрос. Маленький город, Волгодонск, ну, такого уровня работы, который ты выполняешь, наверняка здесь, ну, невостребованные. Заказчики, ну, букет цветов, ну, вас цветами оформят. Или бывают какие-то интересные заказы? Ну, в любом случае, я понимаю, свой опыт полностью я не могу применить, потому что то, что я знаю и умею, это просто с этим надо переспать. Как говорят у меня клиенты, с этим надо прожить, это надо понять и принять. Но то, что я стараюсь делать персонифицированные букеты, у нас и невесты, я, кстати, оформляла свадьбу АУСУ. АУСУ? Да, у нас и невесты, у нас и просто заказчики. Мы стараемся просто разговаривать с человеком, понять, что он хочет, чтобы ему было комфортно с этим букетом. И я понимаю, что какой бы там у меня ни был уровень, какой бы у меня ни был опыт, я живу в городе Волгодонске. Поэтому обращайтесь, мы отдадим с удовольствием свой опыт. Кристина, беседа с меня была потрясающая, и везде слышалось Волгодонск. Ты в таких местах, в таких больших городах, на краю света, в другом государстве, везде говоришь Волгодонск, а я представляю Волгодонск. Очень приятно. Почему? Ну, наверное, такое высокое слово патриотизм даже может быть и неуместно говорить, но тем не менее я бы хотела, чтобы наш маленький, чудесный, провинциальный город вспоминали и узнавали, и не только по теракту. К сожалению, когда я говорю, город Волгодонск, у вас был взрыв, одни эмоции. А я бы хотела, чтобы у нас великолепные спортсмены, у нас потрясающие достижения у художников, у творческих людей. И если я хоть какой-то маленький вклад сделаю для города Волгодонска, я буду очень довольна. Скромница ты наша! Когда тебе будут в Москве вручать орден за заслуги перед Отечеством, позовите ли компанию ВСВ, мы с удовольствием снимем эти торжественные моменты. Орден же хочется? Да, хочется. У меня есть. Да, что так? Какой? У меня есть орден общественного признания магистра красоты. Кристина, я даже знаю, что ты состоишь в Союзе флористов России. Да. А у нас же нет дня флориста или такого? Теперь этот день флориста есть. 27 июля празднуется день флориста, и я участвовала в разработке этого дня. Это общегосударственная программа, это очень несложно, очень серьезно, но я довольна, что меня как-то вот крылом это коснулось. Пришло время подарков. Салон Кухни Дели просто потрясен твоим блюдом. Наша очаровательная героиня. Кристиночка, чтобы тебе напоминало о том, что ты готовила в салоне Кухни Дели, пила чай не болела и побольше путешествий, потому что я думаю, что в скором будущем мы еще что-нибудь придумаем, еще какую-нибудь рубрику, и ты будешь всегда там желанной гостей. Спасибо большое. Огромное. Да, подарки не заканчиваем. А, подожди, последствия. Я так думаю, сейчас у меня что-то подарок. Я дарю тебе. Мы знаем друг друга с тобой давно. Ты потрясающий человек, и я из настоящего Самарканда. Это можно использовать как елочную игрушку. Загадывать желания, и эти желания исполняются. Друзья, у нас в гостях была Флорист Дизайн Кристина Нишка. Очаровательная, веселая, искрометная. Дорогая, счастье тебе. Спасибо огромное. Спасибо. Друзья, с наступлением теплого времени года. Я всегда всех активно призываю отдыхать. Вот лично для меня скорость, с которой проходит лето, сравнима со скоростью звука или света. Все проносится мгновенно. Поэтому, если у вас появляется свободное время, берите семью и отдыхать на природу. Ведь именно здесь мы наполняемся ощущением умиротворения и спокойствия. А это гармония. А ведь когда человек счастлив? Когда он гармонично живет. Всем желаю хорошего настроения, побольше отдыхайте. И до скорых встреч, как всегда, на каналах ВТВ в программе «Семейная азбука». Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова